Глава Азбеста представила отчёт о своей деятельности и иных подведомственных органов местного самоуправления руководителям городских предприятий и организаций. Встреча состоялась в учебном комбинате. В зале учебного комбината «Урал-Азбест» собралось порядка 150 человек. Это руководители городских предприятий и организаций для того, чтобы заслушать доклад главы города Натальи Тихоновой об итогах работы за прошлый год, обсудить результаты, а также задать интересующие вопросы. Напомним, что такие встречи проходят традиционно накануне ежегодного отчёта главы перед депутатами городской думы. Глава Азбеста уже обсудила итоги работы с Советом ветеранов и общественниками. В своём докладе Наталья Тихонова подробно рассказала присутствующим о проделанной работе. Она отметила, что 2018 год был достаточно стабильный. Несмотря на противоречивую ситуацию, с присвоением городу статуса территории, опережающего развитие, удалось обеспечить рост инвестиций на 21%. Сразу можно отметить, что расслабляться не стоит, потому что как таковой потенциал использования возможностей, стратегических возможностей, а я говорю в первую очередь о преимуществах, мы фактически его, так скажем, зарасходовали. Это серьёзная проблема с позиции развития нашего муниципалитета. В своём докладе глава подробно остановилась на важных социально-экономических показателях. 2018 год был достаточно насыщенный. Была проведена большая работа. Так, например, исполнение доходной части бюджета впервые за многие годы составило более 100% от плановых поступлений. Это позволило обеспечить погашение кредиторской задолженности в размере 55 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году была проведена большая работа в части благоустройства городских территорий. В Азбесте и отдалённых районах города появились пять новых дворовых площадок. Завершены работы по благоустройству аллеи мира, а также форумные площади. В прошлом году была продолжена модернизация уличного освещения. На 101 квартале дополнительно установлены энергосберегающие светильники. А в районе завода Урал-Ати выполнен монтаж новой линии освещения. Кроме того, в 2018 году в два раза увеличилась площадь капитального ремонта дорог. Завершены работы по ремонту дороги на промышленной. Выполнен первый этап двухлетнего контракта по капитальному ремонту центральной улицы Ленина. Глава города очень активно работает с правительством Свердловской области, с законодательным собранием с депутатами на предмет того, чтобы проявлять собственные инициативы, искать и представлять проекты, которые могут быть поддержаны на региональном и федеральном уровне. Я хочу сказать почему. Потому что выносятся подготовленные решения и предложения. Простой пример. Не было бы ремонта по целой части дорог, если бы город не подготовил свое время на проектно-смертную документацию, не прошел экспертизу. А это очень нудная, тяжелая, ответственная, но обязательная работа, без которой не получить поддержку. Как отметили члены городского актива руководителей главой Азбеста, за прошлый год была проведена большая работа. Участники встречи поблагодарили Наталью Тихонову и ее команду за эффективную работу на благо жителей города. Я считаю, что действительно в нашем городе сделано очень многое именно в плане комфортного проживания жителей нашего города. И большие перспективы стоят впереди. Деятельность главы города Тихоновой Натальи Робертовны и команды я оцениваю в целом положительно. Доклад очень содержательный, рассказано о том, что сделано, о перспективах, которые предстоят городу. Ну, в общем-то, довольно интересно. Я оцениваю положительную работу. Такой доклад получился расширенный, объемный. Все очень толково, все понятно. Призываю и депутатов, и населения поддержать, и главу, и деятельность администрации. То есть, ну, видны существенные положительные изменения. И думаю, что мы эту тенденцию будем усиливать. По завершению встречи члены актива руководителей единогласно проголосовали за то, чтобы признать работу главы, администрации и иных подведомственных главе города органов местного самоуправления положительной. Протокол расширенного совещания направили в городскую думу. Анастасия Сметанина, Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.